Приветствую вас! И начну я, пожалуй, свой ответ с самого конца вашего сообщения, где вы пишете о том, что вот муж мой разговаривать со мной не хочет, а советовать с ним поговорить лучше не надо. То есть вы, обращаясь за помощью к психологу, уже как бы отвергаете заранее те рекомендации, которые мы вам можем дать. Также вы говорите, ревностью добиваться внимания от мужа тоже не вариант. И этот возможный вектор направления вы отсеиваете, потому что он очень ревнив, пишете вы, и он может просто развернуться и уйти. Давайте подумаем, пока просто в общем не анализируя ваши отношения, не анализируя, как бы, вашу ситуацию, а просто в целом. У вас сейчас наблюдается кризис. Хорошо. Что означает кризис как таковой? Кризис как таковой означает, что вы вместе со своим супругом достигли определенного развития. Ну, правильно, наверное, я надеюсь, вы не будете спорить. Вы хорошо выполняете свою социальную роль. Социальная роль быть супругом и супругой для каждого из вас. Вы хорошо справляетесь с ролью родителей. Опять же, каждый из вас это делает хорошо. Вы идеально справляетесь с ролью ведения хозяйства. То есть, да, быть дается вам тяжело. Это безусловно. Но вы справляетесь. А значит, с точки зрения социальной, вы выполняете все свои обязанности, а выполняя все свои обязанности, вы, ну, собственно, достигаете своего потолка. И вы знаете, на мой взгляд, очень интересный получается момент. Достигнув потолка, достигнув потолка, мы уперлись в некую стену. Тут нужно понимать, что если вы уперлись в некую стену, в некую планку, то эту планку нужно преодолеть. Эту планку нужно пробить. Пробить планку можно и нужно только через личностный рост. Личностный рост, по своей сути, это конфликт, это борьба, и да, это негативная реакция, это противоречие. Личностный рост и развитие происходят именно на противоречиях, к сожалению. И поэтому, если вы хотите свои отношения сохранить с мужем, мужем, то будьте готовы к тому, что придется вам идти на риск, идти на повышение планки социальной активности, как своей, так и вашего мужа. А без этого, без этого нельзя говорить о том, что вы чего-то можете достичь с мужем, к сожалению. Вот я надеюсь, что вы вот это для себя поймете как можно лучше, как можно полнее. Если вы не будете готовы к развитию, если вы не будете готовы к росту, если вы не будете готовы к борьбе, если вы не будете готовы к противоречиям, Если вы не хотите этих противоречий для себя То дела никакого не будет у вас Все так и будет оставаться, все так и будет происходить До тех пор, пока вы или муж окончательно не разочаруетесь с семейной жизнью И кто-то из вас от другого не уйдет Теперь по поводу вашей ситуации в целом Во-первых, вот у вас есть здесь некий, на мой взгляд, противоречий Значит, первое, вы познакомились в интернете Что заставило познакомиться в интернете? Как именно вы пришли к знакомству в интернете? Были ли у вас отношения до этого? И так далее Важный момент Потому что в интернет знакомиться приходят люди Как правило, имеющие негативный опыт до этого Так или иначе Ну и, соответственно, с стороны мужа тоже самое Далее Далее вы пишете, что жили с родителями мужа в какое-то время И, в общем-то, муж сюда заступался И первый клиент у вас появился после родления ребенка Ну, это нормально Потому что действительно происходит некое переосмысление своих ролей То есть вы уже не просто мужчина и женщина, муж и жена Вы еще и родители теперь И происходил у вас естественный кризис Ну, у которого, конечно, можно избежать В общем и в целом Можно избежать Но вы его преодолели И преодолели вы его как? Прошу на это Обратите отдельное внимание Как вы преодолели свой кризис? А свой кризис вы преодолели путем отдыха То есть вы, по сути, больше времени проводили вместе По сути, вы возвращались к истокам своих ролей Личных по отношению друг к другу Вы вспомнили, кто вы Мужчина вспомнил, кто он Вы вспомнили каждый, кто он для каждого из вас же И, собственно, это помогло вам освежить ваши отношения и их спасти Салли их происходит с Лебешем Не очень понятно Кстати, в этом апрельске на заботу, как таковую, вы не жалуетесь Со стороны муч То есть вы не говорите, что муч, а вас не заботится Такого у вас нет Нет у вас такой претензии именно вот в этот момент Далее происходит следующее Вы выходите на работу и переезжаете в свою квартиру Да, квартира съемная Неприятно, тяжело, но переезжает Мотивация Зачем переезжаете? Есть у вас Вы хорошо отдаете себя в том, зачем вы это делаете? Зачем вы переезжаете в квартиру? Вы хорошо отдаете, отдавали и отдаете себя в том, чего вы ожидали в результате этого периода? Вы, когда сами выходили на работу, вы понимали, зачем вы это делаете? Зачем вы ходите на работу? Зачем приезжаете на новое место и так далее? Зачем? Вот ключевой вопрос, который, мне кажется, вы забываете То есть вы помните, конечно, вы скажете Но вы упускаете его из своего внимания Когда речь идет о вашей, скажем, жизни, о вашем бытии, о вашем бытии, так сказать То есть об этом вы как бы забываете А далее происходит что? Начинаются проблемы Однообразие быть Мужчина полностью перестает обращать на вас внимание Вот вы пишете, что здесь очень много Хлопот и так далее Мужчина работал много Так как снимали У меня зарплата маленькая была А сейчас она стала больше, не очень понятно Он тоже очень встал Скажи правую, что он у меня хороший И все осталось С ним Сына очень любит Но очень скуден на эмоциями, как он на романтику Вот первое противоречие здесь Вы говорите Человек скуден на романтику Но при этом Что вы подразумеваете под тем, что он скуден на романтику? Что вы в это вкладываете понятие для себя? Почему я задаю вам этот вопрос? Потому что не очень понятно Дело в том, что когда у вас рождается сын Вроде бы вы говорите о том, что романтика есть И страсть есть Все есть Сейчас вы говорите, что романтика как таковой Как таковой нет И на эмоции он скуден Значит, когда-то началось Вот это вот его Скульное отношение к вам Но не гадит вопрос Когда оно началось? С чего оно началось? Если угодно Вот такая будет формулировка С чего началось Подобное отношение мужчины к вам? Вы говорите Он очень скуден на эмоции И так далее Но при этом Вы Описываете ваше отношение Как не скуден на эмоции Когда у вас Второй медовый месяц начался А соответственно Не очень понятно Природа Проблема В данном случае Природа Оценки Далее Для него забота Это утром Отвезти нас До детского сада На ехать Купит-продукт Наличие У вас же наоборот Взгляд Совершенно другой Вы очень Эмоциональны Приглашаете его В кино Там В кафе Стараясь Стараясь Разнообразить Нашу жизнь Знаете В определенный момент Вы Заняли Позицию Постоянного Инициатора В каких-либо момент Мужчина Он видит Что вы Его Повода для Ревности Вы ему Не даете Так как Кстати И он вам И он не боится Вас потерять Он не боится Вас потерять Потому что Он видит Как вы Себя ведете Ну И Соответственно Он расслабился Потому что Знает Что Если Если что Вы его И в кафе Позовете И Что-то еще Сделаете И вообще Вы Если нужно Припримите Все необходимые Как бы Действия Для того Чтобы Ну Вот Провести Как-то Время Смесь И если Так Если он Знает Что-то Действительно Так Зачем Ему Что-то Делать Тогда Вы Вы Сами По сути Подавили В нем Возможную Инициативу Ну Нет У человека Стремление Что-то Делать Это Он Видит Что Вы И так Все За него Сделаете У Мужчины Какая-то Мотивация Должна Быть Для того Чтобы Быть Как-то Более Активным К вам При этом Не совсем Понятно С какого Момента Его Активность К вам Перестала Парать С какого Момента Вам Перестало Быть Достаточным Того Что Он Для Вас Делает Тоже Знаете Ли Важный Момент Если Мужчина Вел Себя Определенным Обратом Всегда То Он Всегда Вел Себя Так То Это Одно И Простите Тогда Можно Говорить О том Что Ваши Попребности Изменить Если Мужчина Вел Себя Какое То Время Удовлетворительно А потом Перестал Ага Значит Вести Себя Так Значит Что С ним Что Случилось Что Случилось И Либо Это Конфликт Либо Ну Такое Поведение С его Сторон И Либо Вы Принимаете Его Таким Как Он Есть Либо Вы Стараетесь Что То Изменить А Чтобы Менять Это Наверное Один Самый Ключков Момент Чтобы Что То Менять Вам Нужны Для Этого Средства Давайте Подумаем Какие Средства Могут Вам Пригодиться Для Того Чтобы Изменить Отношение К Мужчины К Вам Вы Я Так Полагаю Именно Этого Хотите Хотите Чтобы Мужчина Отношился К Вам По Другому Для Этого Необходимо Чтобы Ему Перестало Быть Выгодно То Что У Вас Сейчас Происходит Чтобы Мужчина Начал Бояться Вас Потерять И Это На Самом Деле Совершенно Необязательно Вот Совершенно Необязательно Для Этого Распугать Шага Ревности Нужно Просто Высказать Ему Своё Неудовольствие Его Позиции Сказать Ему О том Что Вас Не устраивают Какие-то Вещи Именно Вас Заметьте Не устраивают Какие-то Вещи То 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 есть Вы Не Стремясь Обвинить В чем-либо Мужа Ибо Обвинять Действительно Не стоит Здесь Обвинение Ни к чему Хорошему Не приведут Не стремясь В чем-либо Обвинить Мужа Вы говорите Ему о том Что Вам Плохо Вы говорите О том Что Вы Не Получаете Мы Говорите О том Что Вам И об этом Вы Имеете Полное Право Говорить Это То Что По сути Это то Что Вам Необходимо Сделать Объектив Функционер И Если У мужчины Не будет Никакой Реакции На это Значит Вы Его Не так Сильно Волнуете А Если Вы Не так Сильно Волнуете То Уже Остает Вопрос А Имеет Ли Смысл Надо Быть С ним Вообще Понимаете Если Жака Не беспокоит Что Вы Не Удовлетворяете Свои Желания То Жака Не Беспокоит Что Вы Испытываете Потребность Чем Либо А он Даже Не Пытается Это Им Менить То Нужны Ли Ему Вот Вопрос И Я Понимаю Что Очень Может Быть Вам Страшно Давать Такой Вопрос Я Понимаю Что Вам Скорее Всего Очень Неприятно Додавать Такой Вопрос Я Понимаю Что Вы Может Быть Даже Боитесь Додавать Такой Вопрос Потому Что Вы Можете Все Потерять Тем Более Чтобы Говорить Что Мост Может Развернуться Уйти Очень Может Быть Что Вы Зависимы От Него Тогда Получается Но Так Опять Даже Если Вы Переставать Быть Зависимы Надеюсь Вы Понимаете О чем Я говорю Сейчас Чтобы Эта Зависимость Вам Ничего Хорошего Не Принесет Далее Далее Вы пишите Так Началось Ну Станатградский Я же Я бы не Заметил За все Время Отношений Ни Одного Повода Не было Для Ревности Я не Знаю То Это Кризис То Ли Наши Отношения Просто Устали Вы Выматываетесь От работы И так Дали Вы Знаете Я Совершенно Вот Как Мне Кажется Я Совершенно Не Просто Так Вам Указал На То Что Вы В прошлый Раз Свой Первый Кризис Вы Сделали Как Вы Взяли И Начали Больше Отдыхать Вместе Вы Вспомнили Кто Вы Друг Для Друга Ну По сути Дел Кто Вы Друг Для Друга И Вот Не Очень Понятно Почему Хотя Бы Чисто Интуитивно Не Попробуют Сделать Здесь То же Самое Ведь Походя Ситуация Совершенная Вы Не Будете С С Этим Спорить Ну Вот И Как Вариант Предложите Мужчине Съездить Куда Нибудь С Вами Вместе Где Вы Были Только И Все Где Больше Ну Не Было Никого Вот Предложите Ему Для начала Именно Это Хотя Бо А Там Дальше Уже Видно Будет Как И Что Если Не Получится Ничего Если Не Измениться Ничего Вы Можете Сюда Сказать Ему О том Что Ты Май Дорогой Мне Не Нравится То 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 Давай Подумаем Как Мы Могли Это Рисит А вот У меня Плохо Я Страдаю Знаете Говорить Нужно Одно Чего Вы Не Получаете Чего Вы Не Получаете В Отношениях А Не Отменять Можете Если Он Проблемы Не Видит Как Вы Говорите Хорошо Тогда Он Должен Принять Что Вы Проблемы Видите А Если Он Не Принимает То Что Вы Говорите То Должна Проблема Серьезно Куда Более Серьезно Значит И Сама Проблематика Лежит Куда Глубже Чем То Что Вы Нажали Нам Говорить Если Он Никак Не Прореагирует На Вас Никак Не Прореагирует На То Что Вы Как Бьете Тревогу Да Ну Ну Вы Тогда Не Стремитесь Снимать От Смот Уходить Конечно Вы Покажите Ему Постарайтесь Показать Что Такое Поведение Для вас Неприемлемо Как Это Уже Другой Вопрос Как Лучше Для вас Это Будет Сделать Как Лучше Там Он Как Он Лучше Воспринимает Подачи Информации И так Далее Почему Например Мужчина Может Повернуться И уйти Как Вы Говорите То Что Он Не Дорожит Вашими Отношениями Совершенно Или Меньше Их Ценит Их Леда То Почему Понимаете То есть Вот Такие Моменты Такая Разница Во взглядах На одно И то же Ее Нужно Эту Разницу На мой Вгляд Купировать На мой Вгляд Эту Разницу Нужно Как То Приводить В Определенную Гармонию Это Только Работа В первую Очередь С Вами Это Только Выполнение Четких Инструкции Это Создание Плана По Работе Над Налаживаемым Отношениями Понимаете Вот Поэтому Я думаю Что Ответить На ваш Вопрос Можно Именно Так Кстати О Самого Вопроса Как Соколового Вы не Задаете Не Задаете То есть Вы говорите Помогите Каким-то Советам Ну Если Мужчин Не Позволяет Относиться К вам Так Как Вы Хотите Определенные Проблемы То Он Нужно Попробовать Эти Проблемы С ним Решить То есть Вот Какие Проблемы У вас У Вашего Мужчика И Помочь Решить Эти Проблемы Чтобы У него Не было Препятств Подумать Хочет ли Он Относиться К вам По-другому Но не может Тогда Почему Не может Либо Не хочет Считать Все Нормально Тогда Мотивация Для того Чтобы Человек Изменил Своё Отношение К вам А мотивация Это Всегда Предание Важности Того Что Человек Делает А Важность Можно Предать Только В том Случай Если Изменение Поведения Станет Выгодным И Вот Как Предать Выгодность Новому Поведению Это Нужно Решать Уже С вами В процессе Диалога Вырабатывать Какой-то Некий План Я думаю Что Именно Так Можно Ответить На Ваш Вопрос Лидературу Советовать Не буду Потому Что В ней Дает Характерий И Схематичные Примеры Которые Вам Вряд ли Помогут По Моему Мнению Если Вопросы Остались Пишите В личку Помогу Если Вам Понравился Мой Ответ Буду Благодарен Если Сделаете Его Лучшим Желаю Вам Всего Самого Доброго И Удачи Продолжение следует